здрасте сегодня получил посылку от струнки . ru и чего хочу сказать значит по колкам годах сама собой претензий нет все молодцы все отлично по другим позициям значит заказал машину бридж фиксированный самый простой 750 рублей стоит если не ошибаюсь ведь не сдал джек комплект для крепления грифа это саморезы от бриджа маленькие саморезики для крепления рамки хамбакера ну так называется по крайней мере втулочки для струн струн сквозь корпус крепления пружинка для хамбакеров вот и чего хочу сказать значит гнездо вспомним кто это у нас разъем джек трубчатый стерео parts land отличный прям вопросов нет блин классные контакты все я думаю что и лудиться будет хорошо и сплав хороший ну по крайней мере визуально отличная вещь 230 рублей на всякий случай втулки значит для сквозного крепления грифа парсланд я вот не помню парсланд это наверное не r parts конечно корея но наверное китай но по крайней мере хороший а может быть и корее вопросов нет пружины для крепления хамбакеров вообще вопросов нет личная вещь хорошего качества теперь о грустном значит машинка бридж скорее всего это сталь естественно для того чтобы полированная хромированная очень гладкая поверхность получилось я сначала покрывает медью потом полирует уже медь и сверху наносит хром уже наметь поэтому нет вопросов в качестве там технологии по по технологии по крайней мере изготовления тут понятно но скорее всего это сталь продавец по крайней мере магнитиком пощупал что-то там до магнитилась значит еще хочу сказать по изготовлению то есть куча заусенцев вот они видите даже не встают на место их тоже сжимать пытаются болты все выкручены то есть щель огромная не встают то есть приходится придется их дорабатывать напильником после сборки как обычно это у нас фиксированный бридж 53 миллиметра parts mx 08 24 это китай поэтому принципе удивительного ничего он самый дешевый ну так в принципе наверно послужит сколько-нибудь но вообще куча доработок то есть заусенцы от прессовки еще всякие разные нюансы но это все мелочи вот заусенцы да действительно косяк все 6 кобылок в ряд заметно больше там может быть даже до миллиметра там десятых миллиметра чем ниша для них то есть они не входят туда то есть возможно из-за вот этих вот опять же заусенцев от прессования металла то есть в принципе на первое время для первого варианта ну качество хромирования неплохое прям вообще прям неплохое поэтому я еще договорю значит комплект для крепления грифа заявлено у вас на сайте ребята диаметр 15 миллиметров по факту он 14 миллиметров и это охренеть какая разница прикиньте миллиметр то есть высверливать под них нужно сверлом форстера форстера вот на 14 миллиметров я вот где и она идущих придется что-то придумывать дальше саморезики для крепления рамки хамбакера заявлено 13 миллиметров по факту 12 миллиметров как бы мелочь да но опять же придется колхозить случае чего стачивать просто гитара строение от такая тонкая вещь там каждый миллиметр на счету особенно работа с деревом там неверное движение все и все уехала поэтому просьба внимания побольше этому делить это очень важно то есть здесь косяк значит по машинке вы ребят почему упаковываете хромированные детали в пленку в пластиковые пакеты ну кто так делает вот причем упаковывать это вот так вот это было вот так обмотано скотчем то есть ударил все саморез пробивает и вот наджабливает хромированную поверхность ну то есть как бы это блин вообще жесткий косяк картон бумага несколько слоев только так хром блин даже табуреточники на девятках блин те кто покупает хромированные детали то знают что хром продается только плотной упаковки то есть то что нельзя пробить проколоть случайно же вот пожалуйста факт ладно вот она самая дешевая неважно 750 рублей но все равно деталь пришла покоцанная кто там виноват сейчас разбираться смысла нет вот поэтому два момента указывайте точно точнейшие размеры вообще всего и упаковывайте пожалуйста хромированные детали вообще любую зеркальную поверхность которая легко коцается а хром тем более и уж там по золото и прочее тоже в нечто более плотное ну как бы любовь от стронок шикарная штука в принципе больше пожелание больше информации на сайте просто это необходимо для того чтобы не просто делайте вот даже вот вот этого дерьма фотографий блин больше примут со всех сторон со всех ракурсов как это выглядит не ленитесь это очень важно нам проще вам проще если покупателям вот поэтому спасибо вам за посылочку но примите вот критику и поработайте уже с сайтом наполнения что блин в принципе у нас достаточно много сайтов интернет-магазинов по продаже комплектующих на всех довольно мало информации диаметре там конус блин насколько конический там перепад радиуса и прочие дела то есть это все все важно информации наполняйте но и не допускайте вот таких так а грех спасибо